МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск программы Республика в студии Ольга Панова. Сегодня Чувашия отмечает главный государственный праздник – День Республики. В этом году основной площадкой, помимо Чебоксар, стал Янтиковский район, который выиграл конкурс на право проведения главных мероприятий праздника. К торжеству жители села готовились основательно. По традиции, сегодня открывали новые объекты и показывали гостям все самое лучшее. Репортаж из самого праздничного района подготовил мой коллега Дмитрий Ковалев. Район, который наравне со столицей, по-хозяйски принимает главный праздник Чувашии, уже за годы торжеств превращается в одну большую стройку. Если в День Республики открываются новые объекты, значит, это кому-нибудь нужно. Нынешним летом село Янтиково преобразилось до неузнаваемости. В районном центре проложили новую дорогу. Старая трасса уже давно превратилась в полосу препятствий. Кочка на кочке, яма на яме. Впрочем, это уже в прошлом. В селе были отремонтированы и многоквартирные дома. Все они были построены в советское время. Где-то проходилась крыша, где-то сгнили трубы. Коммуникации заменили, фасады покрасили. Теперь здание словно с картинки. Открытие фельдшерско-акушерского пункта для небольшого села – событие тоже поистине грандиозное. Раньше врачи работали в сложных условиях. В старом здании не было даже отопления. Зимой здесь приходилось топить печь. Сейчас созданы условия для работы. Медики готовы с новыми силами оказывать пациентам самую качественную скорую помощь. ФАП обслуживает два населенных пункта. Проживает здесь более 300 человек. «Оборудование в процедурном кабинете, в кабинете приема фельдшера, в кабинете хранения лекарственных препаратов, для персонала тоже отличный кабинет». «Мы будем за три года открывать 100 фельдшерско-акушерских пунктов. Хотя эти объекты не такие мощные, огромные, но взять для жителей любой деревни, любого населенного пункта, конечно, это очень значимо. Чтобы своевременно медицинские работники отрасли здравоохранения могли оказать своевременную медицинскую помощь». Пока в сельском ФАПе работает только один фельдшер. Про таких говорят мастер на все руки. Квалифицированный врач не только рецепты выписывает, но и роды сама принимает. «Над вас что мы требуем? Оказание качественного услуга? Сколько здесь работников у вас? Одна. Одна? Показано. Ну, в дальнейшем предусматриваем санитарпель, дадим сейчас помещение в Госпоистое». Здоровая нация готова развивать село. Недавно на базе крупной агрофирмы района возвели новый телятник. Для молодых бычков это все равно, что пятизвездочный отель. Обслуживают их здесь по высшему разряду. На ферме всегда соблюдают идеальный для животных температурный режим. Вентиляция, естественно, шахтная, открывается. Самое главное, работники, телятница там бывает, полна закрывает везде и всюду, чтобы телятам не было холодно. Это то же самое организм, как мы хотим. Свежий воздух, чтобы было комфортно. То же самое же эти телята. Вот примерно сейчас как, вот здесь всегда круглый год, и зимой, и весной, и осенью такой климат должен быть. Подобные инновации на селе уже не роскошь. Каждое хозяйство Чувашии старается приобретать новую технику. Современные модели комбайнов и тракторов каждый год выставляют на показ на площадках дня поля. В агроотрасли готовы к экспериментам. Недавно на полях республики начали испытывать вот этот агрегат для более глубоких посевов. В этом году пробуем, оценим. Хорошая у нас общая сложность, где-то 3000 гектаров. Но это технология, где-то половина, наверное. Это тоже новая разработка. Комбайн с мощным двигателем и более универсальной жадкой. С ее помощью с полей возможно убирать даже самые низкорослые травы. Сейчас при слабых сходах яровых это устройство может зарекомендовать себя. Трактора на гусенице тоже пользуются спросом, говорят участники выставки. И расход топлива самый минимальный именно на гусенице, на метро ширины захвата любого агрегата. Перед веков района чествовали на главной сцене. Грамоты и дипломы вручали аграриям, медикам и учителям. Но виновниками этого торжества стали не только они. Эффектный концерт украсили номера уроженцев района. Именно здесь родились известный дирижер Морис Яклашкин и композитор Николай Казаков. Благодаря им слава о чувашской культуре гремит везде. Национальный язык теперь изучает и депутат Госдумы. Я депутат Чувашской республики, соответственно, я считаю нужным изучать чувашский язык. И мне он очень нравится. Я считаю, что молодежь обязательно должна его изучать и принимать традиции и культуру. Высокие гости привезли на праздник еще одну новость. Скоро в Янтиково начнется строительство нового детского сада. Селу он необходим. Сейчас очередь ощутимая, но сократить ее полностью удастся уже скоро. Средства из федерального бюджета будут выделены в ближайшее время. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев. Республика. В парке культуры и отдыха имени 500-летия Чебоксара состоялся главный чувашский праздник Агадуй. Каждый год жители республики ждут его с нетерпением и не зря. Массовые гуляния – содержательная развлекательная программа. Источник хорошего настроения для всех присутствующих. Свою историю Акатуй ведет с давних времен. Национальный праздник проводили в каждой деревне, где для гуляний отводились специальные места. Акатуй в дословном переводе означает «свадьбу плуга» – «все возерновых». Первый республиканский Акатуй был организован в 2009 году по инициативе Чувашского национального конгресса и администрации города. С каждым годом праздник становится масштабнее и собирает все больше людей, которым интересна культура и традиции своего народа. Чувашские диаспоры преодолевают немалое расстояние, чтобы раз в год приобщиться к традициям своих предков. Представители Пенденской, Ульяновской, Самарской, Ростовской областей, Республик Башкирии, Татарстан, Беларусь – это лишь малая часть большой чувашской семьи, которая живет в разных уголках земли. Главными почетными гостями являются мудрецы и старцы, которые призывают высшие силы к тому, чтобы праздник состоялся. Они традиционно просят благословения у священного столба, проводят древний обряд для хорошего урожая и здоровья, вспоминают великих людей, которых родила и воспитала Чувашская земля. А коту любим потому, что на празднике каждый может найти развлечение по душе. Песни, пляски, спортивные игры, показательные выступления конников, детские концерты и многое другое. Чувашский народный ансамбль «Уяв» хлебом с солью встречал дорогих гостей на празднике плуга и земли. А каждая этнодеревня хотела удивить и порадовать главу своим творчеством, угощениями и народным промыслом. День рождения в этом году республика отмечает с большим размахом. Все представители районов республики и гости из других регионов попытались представить культуру и традиции Чувашии неординарным способом. Водили огромные хороводы, дети играли на дудочках, а люди постарше показывали, каким образом раньше перемалывали зерно в муку. Общенациональный праздник такого масштаба впервые проводится в столице Чувашии. Вот это богатство, вот это богатство чувашского народа, мы, молодое поколение, должны дальше развивать, передавать из поколения в поколение. Богатство – это народ Чувашии. За последние буквально 20 лет, впервые в прошлом году, среди Чувашей демографическая ситуация улучшилась. Молодцы, Чувашии! С праздником! Я думаю, что мы все вместе с вами еще так хорошенько потрудимся и обязательно опередим все регионы своими трудовыми результатами и покажем, как Чувашии умеют быть сплоченными и радоваться жизни. С праздником! До добой! Татьяна Трофимова, Олеся Русакова, Андрей Спиридонов, Андрей Шоклев. Республика. Накануне праздника глава Чувашии подписал указ о награждении. Медалью ордена за заслуги перед Чувашской республикой и за многолетний плодотворный труд награжден премьер правительства Иван Моторин. 24 июня в республике день выходной. Однако вместо того, чтобы поспать подольше, многие чебокцарцы вышли на зарядку. Ведь подзарядиться в этот день можно было от настоящей звезды. Зарядка. Все чаще это слово ассоциируется у современных россиян с работой мобильного телефона или ноутбука. Сегодняшнее мероприятие призвано напомнить. Зарядка бывает и для тела. Это то, с чего следует начинать утро. Вдог глубокий, руки шире. Не спешите. Три-четыре. В день республики тысячи чебокцарцев решили взбодриться и окончательно проснуться вместе на Красной площади. В первых рядах задавал ритм и глава города. Ну а за спинами волонтеров, представители администрации города и правительства республики расположились жители города самых разных комплекций и возрастов. Организаторы насчитали около трех тысяч участников. О физкультуре со звездой я слышала много раз. Но когда мне сказали, что будет сегодня, я решила тоже попробовать. Может быть и смогу что-то повторять. Танцы я вообще очень люблю. Если будет под музыку, совсем будет хорошо. Я сюда пришла, чтобы сделать зарядку. А почему хочешь сделать зарядку? Ну, чтобы быть здоровой, сильной. Чтобы не болеть. Музыку и движение подбирали по нехитрому принципу. Чтобы было весело и осилить смогли все. Упражнения, во-первых, подбирались, конечно же, по энергетике. Чтобы было всем весело, здорово, позитивно. Так как это зарядка, это в первую очередь должна быть бодрость, настроение веселое. Буддий сонный город помогали не только бодрой музыке, упражнения и опытные инструкторы, но и настоящая звезда. Мастер-класс по березке и упражнения на суставы чебоксарцам показал известный актер и спортсмен Олег Токтаров. Я специально не готовился, я просто подумал, что девчонки и так молодцы. Они настолько заводят толпу и настолько профессионально все делают. Я подумал просто, что единственное, что я бы мог добавить сюда, именно для более пожилых людей, какие-то хитрые штучки, чтобы... Ну, что у людей обычно болит у пожилых? Болит спина, болит колени. Вот я, собственно, и показал эти два упражнения. Впрочем, сегодняшний необычный урок физкультуры, только репетиция. Следующую зарядку организаторы планируют посвятить Дню города. Вполне возможно, что массовость мероприятия потянет на Книгу рекордов. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Курская, Новосибирская, Пензенская, Владимирская область, Республика Коми, Великий Новгород. И это еще не все гости традиционного всероссийского конкурса «Русь мастеровая». Народные умельцы приехали в Чебоксар и показать по-настоящему ювелирную работу. Хотя в арсенале у них далеко не драгоценные камни и металл, а просто-напросто золотые руки, которые из дерева, полотна, глины и многих других обычных материалов делают настоящие шедевры. Мои коллеги наслаждались красотой рукоделия. Троица сегодня, три птицы, семья, родное слово, собачка тут и хлеб, и соль. Это в вашей родине, в вашем лице, от нашей Дивеевской земли. Спасибо, спасибо. Я передам его в Национальный наш музей. Творите и приносите радость людям. Передавайте свой опыт молодому поколению. Сказал глава республики всем народным умельцам и поблагодарил всех гостей за визит в столь значимый день, когда Чувашия отмечает День республики. Хочу пожелать здоровья, долгих лет жизни, и в то же время молодые юноши или девушки смогли воспринять для себя, для дальнейшего продолжения этого труда. Чувашия всегда считалась не только краем 100 тысяч песен, но и 100 тысяч вышивок. В деревнях по традиции ткали и вышивали женщины. Сейчас этот вид ремесла стал редким, но к нему потянулись и мужчины. Наши Чувашии всю жизнь ткали в деревнях и везде. Каждой надо было одежду делать, все обмунирования, все делать. Вот ткали, в основном женщины ткали, сейчас уже перестали ткать, теперь я для интереса ткал. Это у нас только в России стало женской, а в других странах и сейчас мужчины все ткут. Сегодня я заткал одно полотенце, вон пошли полотенца. Сколько от вас? Да. Вот это за 6, а в одно полотенце очень тяжело. Своё мастерство в этом году представили 60 народных умельцев из 20 регионов России. Вышивка, резьба по дереву, керамика, ткачество и плетение. На глазах у зрителей мастера создавали шедевры. У меня авторские работы прославляют наш березовый край, наши рябиновые бусы, наши поля с ландышами. Как и в любом регионе, есть свои традиционные промыслы, например, береста, лозоплетение, пуховязание и в том числе и авторская роспись. Но роспись, она у нас молодой промысел. Этот колодец является оберегом для молодой семьи, потому что принято в свадебном ритуале. Молодые жены подходят к колодцу, загадывают желание, кидают туда монетку. В основном на счастье, на любовь, всё, что они хотят. Поэтому такой колодец я делаю. Уже здесь есть монетка, этот колодец из вензы, но принесёт он счастье и любовь любым молодым парам. Гости из Новосибирской области привезли в Чебоксары глиняные игрушки. Несмотря на широкий ассортимент современных магазинных кукол, машинок и подручного материала, глиняные подделки очень популярны среди детей этого края. В Новосибирской области есть и музей традиционной народной игрушки. Там собраны работы опытных мастеров со всей России. Глиняная игрушка почему увлекает? Во-первых, это можно сделать самому. Понимаете, ко мне приходит ребёнок, я его могу за руку провести, а кусочек глины к результату. И это очень вдохновляет, очень нравится детям. Среди такой красоты очень тяжело выбрать лучшее. Но всё же победителя конкурса определить придётся. Вручение приза главы республики победителю «Русь мастеровая» состоится вечером на Красной площади. Татьяна Трофимова, Дмитрий Ковалёв, Александр Петров, Республика. Из-за сильной грозы вчера, 23 июня, без электричества остались жители нескольких населённых пунктов Чувашии. Электричество было отключено в Маринско-Посадском, Янтиковском, Канажском, Цивильском, Красноармейском, Маргаушском и Шумерлинском районах. Без света остались более 15 тысяч человек. На места отключений сразу же выехали сотрудники регионального МЧС. 23 июня вечером свет удалось подключить в Маринско-Посадском и Канажском районах. В Шумерлинском районе электричество было восстановлено ночью. В настоящее время электроэнергия подаётся в полном объёме. Всего на ликвидации последствий работали около 100 человек и более 20 единиц техники. Из-за сильного дождя в столицу Чувашии на два часа пришлось прервать концертную программу. Всероссийский фестиваль «Родники России», который по традиции проходит на сцене перед Чувашским драм-театром, решили не переносить. За считанные минуты на основной площадке навели порядок. Чебоксарцы и гости столицы, несмотря ни на что, ждали выступления артистов. Причём на настроении гостей праздника стихия никак не сказалась. Не расстроились, что вот так у нас всё получилось? Да нет, не расстроились. Всё отлично. Нет, конечно, нет. Нет, не скулечка. Отличная погода, по-моему. Фейерверков ждём. Будут фейерверки в 11. Задорные песни, зажигательные танцы. Участники фестиваля «Родники России» всем своим видом показывали, что никакая стихия не помеха. Когда поёт душа, ноги сами пускаются в пляс. Пока шла наладка оборудования, артисты устроили концерт прямо за сценой. Есть такая примета, когда покричишь дружно вместе, дождик, дождик, перестань, я поеду нарастань. И мы кричали в небо, и мне кажется, небо стало светлее, и я от этого настроение хорошее. И тем более фестиваль – это тогда, когда друг у друга чего-то перенимают, танцуют вместе. Здорово, сразу поднимается настроение. Ничто не может помешать русской душе веселиться. Ни дождь, ни слякоть, ни даже град. А это значит, что праздник продолжается. Анастасия Алексеева, Галина Титарчук, Дмитрий Ковалёв, Александр Петров, Республика. В Чебоксарах, во Дворце детского и юношеского творчества, как и по всей Республике, сегодня тоже весь день многолюдно, оживлённо и вкусно пахнет тортами. Правда, здесь собрались только те, кто так или иначе имеет отношение к свадьбе. Впервые в столице Чувашии прошёл свадебный фестиваль «Молодожёны». при информационной поддержке национального телевидения. Всё для свадьбы в одном месте. Визажисты, парикмахеры, стилисты, модельеры, дизайнеры. От обилия разнообразия свадебных аксессуаров глаза просто разбегаются. Это такая вот не просто выставка, да, пришёл, познакомился и всё. А уже завязать контакты, как-то наладить вот, уже начать подготовку к свадьбе. В первом свадебном фестивале «Молодожёны» у нас принимают участие около 30 участников. Не только местные из города Чебоксара, так же и из других городов. Молодожёну и не только. Здесь можно было заказать оригинальные пригласительные, сделать пробный свадебный макияж, попробовать тортик и даже примерить подвенечное платье. Я пришла посмотреть, насколько у нас развита индустрия свадебная в Чуваше. Я сама в ближайшее время тоже собираюсь выйти замуж и, как бы, считаю, полезным для каждого сходить, посмотреть на такие мероприятия. Как оказалось, подобный фестиваль интересен не только девушкам, но и юношам. Михаил и Екатерина планируют пожениться в сентябре. Будущий муж Михаила к предстоящему событию готовится очень серьёзно. Сегодня мы посмотрели просто, кто что предлагает. Нас интересует больше шоу, костюмы. Меня вот очень заинтересовало оформление, допустим, свадеб. Вот эти две фигурки белого цвета очень интересные. По-моему, будет супер смотреться, оригинально, очень красиво. Планируется, что подобный фестиваль будет проходить каждый год перед началом свадебного сезона. В конце весны – начале лета. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. Наш выпуск на этом завершён, но праздник в Чувашии продолжается. На Красной площади идёт праздничное представление. А в 23 часа состоится гала-концерт и награждение победителей 6-го фестиваля фейерверков. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова